Мне, Гнадий Тихонович, вопросов как таковых нету, потому что все, что нужно о мне знать, я узнаю из Священного Писания, из ваших видеороликов и книг. А когда они возникают, я спрашиваю. Они возникают у меня только спонтанно. Но пока на настоящий момент их нема. Разве что определиться с будущим объемом работы, занятий в потерявке, с чем заниматься завтра, послезавтра, к чему готовиться, чтобы быть уже во всеоружии. Я спрошу, кому работу нужно. У нас-то мы сейчас работаем с морковой, но это попробуем. Коров пасти, коров пасти. Пойдешь? Пойду. А в Пасху когда? Только в детскую. Селеть зверево, вот сам. Куда гнать, где что, где поить, куда, чтобы не подгонять, где купались оттуда. Он завтра с тобой пойдет, и тебе на... Сегодня пойти и скажи им. За понедельник, скажи. Плата не надо, это моя десятина будет. Не надо, ты возьмешь, тогда будет видно. Тебя оплатят, все, не говори, не надо. Каждое место, это... День пропаста, пара литр молока. Еще на 500 рублей примерно. Смешно, конечно, но... Это будет наше свято-анфимовское общение. Мои десятина. Богу слава. Так, ну что, таких вопросов при нем, кому и нету. Я могу еще сказать, слава Богу, что вы все знаете. Я думал, и Осип подойдет, он дорогой вопросы задавал хорошие, но его нету. У меня и телефона нету. Если он придет сюда, дашь, тогда ко мне идти только, чтобы с ним прийти. Все пока на этом. Аминь. Да, отдыхайте, сегодня ничего не делайте. Чтение слова. Все, ладно, вы сейчас едете куда? Когда едете? Во сколько? Оторвай сколько? Значит, где-то...